Все, что делается в стране, в регионах, должно работать на прорывное развитие страны. Так президент России обозначил основную мысль послания Федеральному собранию. По целому ряду направлений в ближайшие десятилетия предстоит масштабная работа. Комментируя послания, политики, эксперты, общественные деятели Чуваши отмечают, что в республике для этого уже делается немало. Из года в год безвозмездное поступление из федерального бюджета, республиканское бюджет увеличивается. Только в текущем году мы порядка 20 миллиардов ждем этих поступлений. Что на 15,8% больше уровня прошлого года. Но, соответственно, конечно, глава республики ставит перед нами еще большие задачи. И, соответственно, ставится задача доведения этого объема до 21 миллиарда рублей. Увеличение, ежегодное увеличение безвозмездных поступлений возможно, конечно, благодаря доверительному отношению правительства Российской Федерации к нашему субъекту. Существенные расходы у нас увеличиваются в текущем году и на здравоохранение, и на образование. На образование почти 17 миллиардов предусматривается в текущем году. Соответственно, увеличиваются и дополнительные расходы на строительство детских садов. На два года из федерального бюджета предусмотрено на эти цели 1,3 миллиарда рублей. Только в текущем году мы планируем получить из федерального бюджета 820 миллионов рублей на данные цели. Также существенно увеличиваются у нас расходы на здравоохранение. С учетом территориального фонда ОМС эти расходы составят 18 миллиардов рублей. Также выделяются дополнительные деньги в рамках поручения президента страны на укрепление материально-технической базы детских поликлиник. В основном эти ресурсы будут направлены на приобретение оборудования для детских поликлиник, для детских отделений, муниципальных и районных больниц. Я бы обратил внимание, что президент Владимир Владимирович Путин сказал, что роль и место государства в современном мире определяется не только природными ресурсами, и не столько производственными мощностями, а уровнем жизни населения. И в этом плане, конечно же, для человека важно реализовать свои творческие способности, жить в каких условиях, комфортных, здравоохранение, образование, уровень жизни, то есть заработная плата, обеспечение пенсионное, обеспечение старшего поколения, экологические проблемы. Это все отражается на продолжительности жизни. И хочу сказать, что за эти годы, если сравнивать то, что начало 2001-х годов и сегодняшние, конечно же, разительные показатели, например, граждане, живущие за чертой бедности, в начале 2000-х годов составляло 42 миллиона человек. Сегодня это около 27 миллионов человек уменьшилось в более чем два раза. В 2015 году, мы знаем, доходило до 14 миллионов человек, но вот эти сложные, в общем-то, условия, они немножко ослабили нашу позицию. Если говорить о пенсионном обеспечении, тут тоже достигнуто очень много, и тут несколько раз за эти годы повысилось пенсионное обеспечение старшего поколения. Одной из амбициозных задач было поставлено это увеличение объема жилищного строительства практически в полтора раза. Да, действительно, это амбициозная задача, но учитывая тот накопленный технологический опыт наших, в том числе строителей, строителей Чеварской республики, эту задачу можно решить. Теперь же, что касается основного направления, которое обозначил президент, это формирование комфортной городской среды. Да, действительно, это большая и очень интересная программа, которая уже реализуется на территории Чеварской республики. Я напомню, в 2018 году на данную цель было направлено из федерального бюджета 263 миллиона рублей. Также в послании прозвучало предложение президента о том, что в России внедряется программа комплексного и планового, скажем так, пространственного развития Российской Федерации. И предлагается увеличить финансирование, в том числе и по городской среде, практически в два раза в течение шести лет.